Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас хочу познакомить с тем, как нарисовать ракету. Космос всегда манил человека своей загадочностью. Этот рисунок несложный, получится у каждого. И рекомендую его рисовать родителям совместно с детками. Это с трёх лет, а детям самим, в принципе, с шести лет, я думаю, у ребёнка самого может получиться. Есть моменты, которые можно немножко усложнить. Это в самом конце. И я на этом сделаю акцент. Надеюсь, что у всех получится. Приятного просмотра! Для работы нам понадобится альбомный лист, простой карандаш, стёрка, акварельные краски и белая краска гуашь. И хорошее настроение. Перед тем, как взяться за краски, нужно с тёркой стереть все лишние линии и немного обезжирить весь лист, стерев с тёркой там, где мы очень сильно надавливали, чтобы потом хорошо легла краска. Ну что, пришло время волшебства. Мы взяли акварельные краски и начнём обводить нашу ракету. Для фона я использую несколько цветов. Это синий и фиолетовый. Чередуя его и нанося немного даже небрежно цвета. Но это придаст изюминку нашему фону, потому что, как говорится, небо неоднородно, оно имеет разные цвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, фон мы закончили. Приступаем раскрашивать ракету. Я начала раскрашивать с иллюминатором. Взяла голубую краску. Редактор субтитров А.Кулакова Делаем огонь желтым. Обводим иллюминатор серым цветом. Серый цвет можно получить, смешав белый и черный цвет. Если у вас его, конечно, нет готового. Редактор субтитров А.Кулакова Итак, я беру белую гуашь для того, чтобы раскрасить саму ракету. В общем-то, если у вас нет белой гуашь, можно оставить белый лист бумаги. Немного фантазий и сделаем красивые звездочки. Просто белой красочкой делаем точечки на нашем прекрасном небе. Редактор субтитров А.Кулакова Можно оставить работу. Она, в принципе, завершена. Если вам так нравится. Я считаю, что для деток помладше от 3 до 6 лет можно работу оставить на этом этапе. Им это очень понравится. Детям постарше можно взять черную краску и обвести ракету по контуру. И планеты тоже. Это будет более ярко, более работа будет смотреться выразительно. Но, конечно, маленькая ручка не справится с этим заданием. Для маленьких деток понадобится тогда черный, например, фломастер либо восковой черный мелок. А для детей постарше они просто смогут черной акварельной краской тоненькой кисточкой номер 3 взять и аккуратненько обвести ракету и планету. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы обвели нашу ракету планеты. Теперь пришло время немножко побаловаться. Я беру белую краску гуашь и делаю вот такие вот движения. Немножко притрушивая кисточку, получаются такие пятнышки тонкие, как будто маленькие звезды, которые находятся где-то вдали. По всей работе это смотрится очень интересно и необычно. Но будьте внимательны. Нельзя, чтобы рядом были компьютеры либо телефоны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...